В сегодняшнем Евангелии, братья и сестры, мы слышали ответ Господа, который известен очень многим. Если мы с вами спросим у людей, которые что-то слышали о христианстве, может быть даже крещеные, какие вы знаете заповеди Божии, есть два варианта ответа. Или шестая, восьмая, седьмая заповеди Моисея, то есть не убей, не укради, не имею это любое действие. Или же все приводят как раз те слова, ответа Господа, которые сегодня содержатся в Евангелии. Мы с вами очень часто забываем, жаловаться в свою жизнь, о том, в каких условиях жил Христос на земле. Когда Он рождается, Его уже с момента рождения пытаются убить. Он лежит в Египет, затем Ему постоянно выбор следует, приходится менять местное жительство, затем поселиться уже в Назарете. И с выходом на общественное служение, с выходом на проповедь, часть людей слушали Христа, часть людей хотели спасения. А та часть людей, которая была призвана в первую очередь услышать Его призыв, наоборот, оказалась врагами Христа. Те предсоветные лидеры, те люди, которые считали себя солью земли, те люди, которые призваны были делегировать свои полномочия и встретить Христа, Христа, Мессию, Господа, они начинают искать все способы, как Его убить, в чем, в принципе, и добиваются. Как вы знаете, люди казнили Бога за благохождение. Как вы странно это слышите? То есть по статье, по закону они смогли все-таки убить Господа. И в сегодняшнем Евангелии мы видим один из последних примеров, когда провокаторы, криведники пытались написать очередной донос на Господа. И после притчи о брачном пере, к нему подходят целые группы таких криведников, которые стараются сказить учение Господа. Как сейчас говорят, пишите статью, написать, куда нужно заявление, чтобы Христа убили. Это и садукеи, и фарисеи. Причем, когда фарисеям Господь дает ответ про то, что Богу нужно отдавать Божие, а кесарю кесарево, то есть в 58-й статье политически его не смогли поймать, уловить. Затем к Христу подходят садукеи, говорят, с кем будет жить та женщина, у которой было семь мужей. И Христос опять постановляется садукеев, говорит, что Царствие Божие не женится, не входит замуж, а живут как ампин Божий. Садукеи тут же молкают, и фарисеи делают последнюю атаку, увидев, что даже садукеи были поражены, некий законник подходит к Христу не для того, чтобы удостовериться в истине, не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы как-то еще раз поколоть Христа, еще как-то уловить у Христа какую-то ересь, обвинуть его в Богохристе и спрашивать, какая главная из Атмии нужна. Мы на это даже с вами не обращаем внимания, нам кажется, что просто подошел человек, спросил, и Христос ему отвечает. На самом деле в этом вопросе, как всегда, со стороны элиты из-за этого общества, был подвох. Если Христос ответит, что нужно почитать Бога, служить Ему, Его обвинять в том, что Он нарушает то или иное предписание закона, если Он ответит по-другому, говоря о любви только ближним, то Его тут же обвинять в Богохристе. Мы с вами помним, что у иудеев, као времени земной жизни Спасителя, сложились более 600 заповедей, которые необходимо было соблюдать, и Христос именно поэтому отвечает очень известными словами этому закону. Есть такая молитва у иудеев того времени, «Шмай Израиль». То есть каждый день иудей должен читать такую молитву, гимн, слыша Израилю. Если вы читали второзаконие, там как раз почитается, «Аз есть Господь Бог твой, да не будет тебе благов иных, разве не меня». Дальше все почитается, в том числе там есть такие слова. «Возлюбивши Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своим и всем разумением своим». И далее Господь продолжает и ближнего своего, как сам себя. То есть с чем это можно сравнить? Вот если кто-нибудь и нас с вами подойдет и спросит, «А как вот мне, я не люблю своих ворьков, как мне их прощать?» И вам, к примеру, священник скажет. «А помните, есть такая молитва? Отче наш». То же самое. И настолько были фарисеи посрамлены Господом, что замолчали. Но дальше Господь продолжает. Раз на Него шли нападки, то чтобы показать им всю узость их мышления, во что они превратили Богое Божественное Откровение, во что они превратили Моисея в закон, в кучу каких-то предписаний, в кучу инструкций, как говорят, указиво. «Не видя живого Бога, желая убить живого Бога». Христос пытается в последний раз воздействовать на их совесть и на их ум. Он говорит, «А давайте поговорим о Христе, то есть о Мессии, от кого вы ждете? Чей Сын Христос?» Ему говорят «Давида». И Христос постановляет фарисеев, задавая следующий вопрос. Как же Христос, Сын Давида, если сам Давид в 109-м Псалме говорит по Своему поконке о Мессии, «Как о Боге, сиди, одестуй меня, донежи, положу под ножи ногам твои». И написано у Евангелиста Матфея, что с тех пор больше никто из провокаторов не пытался даже завести спор со Христом. Настолько Христос показал всю их хужесть мышления и непонимание священного Писания дни. То есть затем уже будут искать каких-то других предлогов, чтобы убить Матфея Христа. Мы же с вами знаем это золотое правило. Все помнят об этой заповеди, что весь закон, все пророки содержатся именно в этих двух заповнях, что мы призваны любить своего Бога и должны любить ближних вокруг себя. Ближний – это тот, кто рядом со мной сейчас. И мы с вами должны помнить, что такое любовь многие из нас не понимают, особенно воспитанные на сентиментальных романах, 19-20 века. Все начинают воспринимать любовь как некое чувство, как такую пылкую страсть, что совершенно естественно неверно. Любовь, о которой говорит Христос, Он и являет нам примером своей любви. Он видит вокруг себя врагов, Он видит рядом с Своей предателя, и при этом Он любит всех. Он идет на крест, Он умирает за всех нас, ни разу никого не прокляная, и не угрожая ничем никому. Он просто молится за весь мир и говорит, «Отче, прости им, не видят мы, что творят». И все ученики Христовы поступают точно так же. Наш святой святитель Лука, исповедник архивистов Сокроповский, делая операции «Спасая жизнь», также получал, его также постоянно отвлекали от операции, от спасения жизни, вот такие же точно законники фарисея, мешая им заниматься тем, что он занимается. Представьте себе, что если вы святитель Луку не ссылали в Курханский край, если бы он не гоняя посылкам, главное, он чудом выжил. Сколько бы он еще научных открытий смог сделать? И так можно говорить о многих людях. Каждый из святых следует за Христом. И мы с вами помним святодеческий принцип, который можно геометрически изобразить, объясняя сегодняшнюю заповедь Христа. У Авва Дорофея, мы с вами помним пример, и он объясняет, мир – это круг, в центре – Бог. Чем ближе мы друг к другу, тем ближе мы к Богу. Чем дальше мы друг к другу, тем дальше мы к Богу. Поэтому будем помнить об этих заповедях Христовых. Будем помнить, что любовь – это в первую очередь жертва. Любовь – это отумирание от несты, за наших ближних. Любовь к Богу – это полное доверие Ему. Это не боясь ничего, это следование за истиной. И тот, кто за Христом, тот всегда будет в блаженстве, в счастье. В его душе всегда будет мир, спокойствие, тишина. Кто же, кто с дьяволом, дьявол всегда его продаст, и продаст. Всегда его в его душе будет от разных гадостей, только неспокойствие, отсутствие мира, и эти люди, которые встречают несчастные. С праздником, дорогие братья и сестры!